правый поворотник левый поворотник вот прекрасно ну заводите где ключ не давай не давай пускай он на тебя посмотрит вот ключ контакт стартер а можно я буду сенсация креативные активные перспективные именно такие актеры занимаются в театральной мастерской кактус учебный театр был создан не так давно однако уже в этом году состоялись две премьеры алексей основатель и руководитель учебного театра при детской школе искусств имени антония тизенгауза еще в студенческие годы молодой человек решил что в будущем хочет создать такое творческое объединение и мечта сбылась сейчас театральной труппе 14 актеров все ребята разные но каждому из них алексей находит уникальный подход давайте попробуем перечислить в алфавитном порядке я вас слушаю алфавит б болван крети не затягивай разява щучила и все ну ну совсем не то ну и всем поражением вы что не белорус я из гродно я умею ездить на велосипеде небольшая же разница когда я подбирала пьесу которую мы будем ставить я уже приблизительно знал кто что может потому что мы год на год репетировали на этюдах ну классическая театральная школа у нас была вот и дети уже раскрылись более менее и можно уже было понять что можно дать ребенку какую роль вот и когда я уже принес пьесу мы почитали устроили читку ну вроде бы всем понравилось роли подошли начали работать ну и как это начинаешь копать копать углубляться в образы ищем там разные режиссерские находки учитесь водить автомобиль заочно это французский комедийный спектакль поставленный по пьесе клода фортуно по сюжету так называемый инструктор заученной школы вождения обучает желающих водить на своих курсах зачем куда-то ходить учиться если это можно сделать дома при этом не прикладывать особых усилий это весьма актуально в период пандемии неуверенный в себе робкий ученик попадает под влияние инструктора который пытается научить его не только вождению но и жизни это спектакль о том что люди хотят получить все и сразу но не хотят ни за что платить да то есть любые наши какие-то желания потребности нужно оплачивать не обязательно это финансовые но какие-то и моральные нормы должны быть у человека этот спектакль покажет как можно и нужно действовать зрителям в подобных каких-нибудь ситуациях я на основании данных смогу лучше судить а приобретенных вами нам как и случае чего уносить поправки помните катастрофа может произойти любой момент хорошо посмотрим ваши задачи роль на самом деле очень интересная даже в чем-то я вижу это как остабендер то есть такой авантюрист пытается выгоду найти в очень многом то есть как бы тут он пытается преподавать то в чем он сами не разбирается то есть научить водить машину не имея машины сам наверно тоже не имеет водительских прав то есть так начитался чего-то там и пытается преподавать заинтересует больше зрителей еще вот сейчас будет что-то такое что прям да я думал может стекло понять а ну поднимите машина новая а стеклоподъемники скрипят второй спектакль откуда берутся сказки расскажет нам историю о детском писателе сказочнике никита фиолетов по утрам пил чай с бутербродами потом на работу шел как все люди после работы никита любил картошечки себе нажарить а вот после картошечки он сказки писать садился вчерашняя картоха осталась вчерашняя картоха осталась сейчас поем и точно напишу какую-нибудь сказочку непременно напишу обязательно а чего время терять вот удивительно но именно после картошечки сказки у меня получается особенно хорошо видимо картофеля содержится полезные для фантазии витамины да думаю дело в этом но дело в том что у него дома на самой верхней книжной полке жили две маленькие волшебные феечки они были настолько волшебны что невооруженным взглядом их заметить было почти невозможно одна феечка всегда подлетала к правому уху и сказку начинала ее звали правая феечка другая всегда подлетала к левому уху и сказку заканчивала звали ее левая феечка я правая феечка и балерина и овца правая феечка ну у меня есть подружка левая феечка для меня это достаточно главная роль из всех моих трех ролей и мне ее очень нравится играть потому что правая феечка она такая легкая доброжелательная всегда поможет у нас есть герой сказочник вот всегда поможет ему ну я в мне этот герой очень нравится балерина я озвучиваю балерину и танцую там такой достаточно нелегкий танец особенностью спектакля стало то что многие ребята играли не одну а несколько ролей при этом смогли показать каждого персонажа абсолютно разным также в постановке были задействованы куклы алексей работает в театре кукол он и детей научил водить куклами и у юных актеров это отлично получилось на этом алексей не собирается останавливаться и пути дальше учить ребят театральному искусству ну Субтитры создавал DimaTorzok